Всем привет дорогие друзья! Сегодня давайте поговорим о приобретении, о выборе поросят для дальнейшего его разведения. Первое, что нужно учитывать, это то, что поросяты не были с одного помета и не являлись родственниками. Обязательно приобретайте поросят в разных хозяйствах, это будет гарантией того, что они не родственники. У меня был такой опыт, я в одном хозяйстве купил двух поросят, мне продавцы, хозяева утверждали, что поросятов разный внес, разные их реки производители, но тем не менее поросята плохо развивались, плохо росли и ничего хорошего с этой покупки у меня не получилось, не выросло. Для выбора вьетнамских и слабрюхих поросят необходимо учитывать некоторые особенности данной породы. Поросята вьетнамские, они выглядят хороший, хороший, качественный поросенок, у него крепко развитая мускулатура, крепкое такое сбитое тело, невысокие ноги, широко расставленные такие, широкое рыло и сплюснутые, изогнутые носовые кости. Это очень отличительная черта у вьетнамских поросят, у них изогнутые носовые кости, так называемая мапсовидность. Вот это, на это очень надо обратить внимание. Что еще? Шерсть обязательно у него должна быть гладкая, блестящая. Вес поросенка в месяц должен составлять от 3 до 5 килограмм в среднем. Это нормальный вес. Зависит вес от того, сколько было поросят в данном помете. Чем больше поросят, тем, соответственно, ниже вес. Но это не критично, они догоняют, в принципе, в течение своего роста, они себя догоняют. Поинтересуйтесь у продавца, сколько было поросят в помете. Если в помете от 8 до 10 поросят, то это, в принципе, нормально. Если выше 10 поросят, то, ну, тут уже дело ваше, покупать или не покупать. О здоровье поросенка свидетельствует его активное поведение, блестящие глаза, помахивание, характерное такое помахивание хвостиком. У них хвосты не крючком. У обычных поросят хвосты крючком, у вьетнамских поросят хвосты прямые, и они ими хорошо так помахивают. Под хвостом у поросенка обязательно должно быть сухо, никаких выделений и так далее. Помет. Помет у нормального здорового поросенка не кашицеобразный, а такой нормальный плотненькая какашечка должна быть. Примерно так. Поросята, вьетнамские веслобрухи, в основном имеют черный окрас, и если даже родители черные, бывает отклонение от окраса, бывают и серые, бывают и пятнистые, бывают и белые, что не является, как бы, отклонением от нормы. Это вполне нормально. Вот основные, как бы, характеристики данных поросят, если у него вытянутая узкая голова, вытянутая рыло, такое веретенообразное туловище, длинные ноги, это говорит о смешении с другой породой данного поросенка, либо о вырождении, или о родственных там связях, ну, то есть некачественный генетический материал. Это существенное отклонение от нормы, и поэтому таких поросят желательно не покупать. Ну что, надеюсь, данная информация была вам полезна. Желаю вам удачного разведения вьетнамских веслобрухих свиней. Получайте от этого удовольствие. Всем до новых встреч. Пока-пока. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня давайте поговорим о приобретении, о выборе поросят для дальнейшего его разведения. Первое, что нужно учитывать, это то, чтобы поросяты не были с одного помета и не являлись родственниками. Обязательно приобретайте поросят в разных хозяйствах. Это будет гарантией того, что они не родственники. У меня был такой опыт. Я в одном хозяйстве купил двух поросят. Мне продавцы, хозяева утверждали, что поросята с разным нёс, разные их реки производители. Но, тем не менее, поросята плохо развивались, плохо росли. И ничего хорошего с этой покупки у меня не получилось. Не выросло. Для выбора вьетнамских 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 поросят необходимо учитывать некоторые особенности данной породы. Поросята вьетнамские, они выглядят хороший, качественный поросёнок. У него крепко развитая мускулатура, крепко сбитое тело, невысокие ноги, широко расставленные, широкое рыло и изогнутые носовые кости. Это очень отличительная черта у вьетнамских поросят. У них изогнутые носовые кости. Так называемая мапсовидность. Вот это, на это очень надо обратить внимание. Что ещё? Шерсть обязательно у него должна быть гладкая, блестящая. Вес поросёнка в месяц должен составлять от 3 до 5 килограмм в среднем. Это нормальный вес. Зависит вес. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня давайте поговорим о приобретении, о выборе поросят для дальнейшего его разведения. Первое, что нужно учитывать, это то, что поросяты не были с одного помёта и не являлись родственниками. Обязательно приобретайте поросят в разных хозяйствах. Это будет гарантией того, что они не родственники. У меня был такой опыт. Я в одном хозяйстве купил двух поросят. Мне продавцы, хозяева, утверждали, что поросята с разными нёс, разные их реки производители. Но, тем не менее, поросята плохо развивались, плохо росли. И ничего хорошего с этой покупки у меня не получилось, не выросло. Для выбора вьетнамских и слаблющих поросят необходимо учитывать некоторые особенности данной породы. Поросята вьетнамские, они выглядят хороший, качественный поросёнок. У него крепко развитая мускулатура, крепко такое сбитое тело, невысокие ноги, широко расставленные такие, широкое рыло и сплюснутые, изогнутые носовые кости. Это очень отличительная чешта у вьетнамских поросят. У них изогнутые носовые кости, так называемая мапсовидность. Вот это, на это очень надо обратить внимание. Что ещё? Шерсть обязательно у него должна быть гладкая, блестящая. Вес поросёнка в месяц должен составлять от 3 до 5 килограмм в среднем. Это нормальный вес. Зависит вес от того, сколько было поросят в данном помёте. Чем больше поросят, тем, соответственно, ниже вес. Но это не критично. Они догоняют, в принципе, в течение своего роста они себя догоняют. Поинтересуйтесь у продавца, сколько было поросят в помёте. Если в помёте от 8 до 10 поросят, то это, в принципе, не будет.